Страх поражает нас с головы до пят. Каждый из нас, будь то маленький ребенок, слабая женщина или мускулистый, мужчина чего-то боится. А высоты, конечно, можно бояться. Когда смотрю с высоты вниз, страшно. А еще есть страхи? Ну, темноты боюсь иногда. Ну, темноты, пауков. Ну, конечно же, за жизнь, за здоровье своих близких. Болезни боюсь. И несчастных случаев на дороге. Не знаю, за себя боюсь, потому что дети появились. Как бы есть, за здоровье свое бывает страшно. Необходимо признать, что страх – это естественная защитная реакция человека на приближающуюся опасность. Он происходит родом из нашей животной натуры и помогает предотвратить опасные ситуации. Кроме того, часто случается, что страхи идут из нашего детства. Один из механизмов заключается в том, что человек носит с собой страшающие образы. Было какое-то событие в детстве. Например, собака внезапно прыгнула. Маленький ребенок. Собака для него – это огромное существо. И очень быстро человек научился, что это опасно. И дальше человек начинает с собой этот образ носить неосознанно. Каждый раз, когда он видит собаку, у него тут же всплывает вот эта детская реакция автоматически. Поэтому иногда кажется странно, вроде взрослый человек, которому 50 лет, до дрожи боится вот этих крохотных собачек. Это не он боится. Он попадает в то состояние, которое было тогда, когда ему было 2 или 3 года. Мы можем поменять эти образы. То есть реальность мы же не можем поменять. Собак мы не уберем с дороги этого человека. Можем поменять образы, поумерить их, уменьшить их яркость, величину. И тогда реакция будет другой. Причем уменьшить размеры этих образов, если мы возьмем такое понятие, как временная линия, в прошлом человека, в его восприятии там. По словам специалиста, такие страхи лечатся довольно успешно. Фобическую реакцию классическую, если мы прям все четко-четко выявили, можно убрать в среднем за 40-50 минут. Если это классическая фобическая реакция. Если человек боялся 3-5 лет чего-то, раз, все, нет реакции. Это можно. Есть те фобии, а точнее тревоги, которые человек сам себе надумывает. Очень часто бывают беспочвенными, но избавиться от них не удается на протяжении долгих лет. Боятся какого-то публичного выступления, боятся каких-то переговоров. Иногда себя так накручивают, что ходить не могут. Вот это точно можно убрать, ну или значительно-значительно умерить. В этом потребуется помощь специалиста и, конечно же, желание расстаться с такими ненужными и мешающими жить фобиями. А если вы пока не готовы к таким решительным действиям, вот совет от Сергея Гудкова. Прежде чем бояться, посмотрите на это со стороны. Представьте, что вы не заинтересованный зритель, который наблюдает и ситуацию, и вас самих в ней. Вы получаете намного больше влияния и получаете доступ к ресурсам, к своим ресурсам, которых в той ситуации нет. Так, пользуйтесь. Продолжение следует...